Сегодня мы научимся создавать файлы и папки, а также разберемся с тем, как редактировать текстовые файлы в Vim. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Медленно мы грызем командную строку. Я надеялся, что это можно сделать быстрее, но нет. Быстрее, похоже, нельзя. Сегодня будем создавать, а не только смотреть на то, что есть на себе. Так, это я на своем виртуальном хостинге сейчас. Не на VPS. Сначала убедимся, что мы в домашней директории. Попробуем, кстати, заглянуть в корень, чего там у них. Нет прав, да и не надо. Возвращаемся в домашнюю. Так, идем вот в эту папку, например. В большинстве оболочек вам не нужно нажимать Ctrl-C, Ctrl-V. Просто выделяете текст и нажимаете правую кнопку мыши. Так, дальше у нас public.html. Ну и все. Здесь уже лежит сайт. Первая команда, с которой мы сегодня познакомимся – makedir. Создать директорию. Makedir и, например, тест. Посмотрим, есть ли она. Да, вот. Зайдем туда. Clear. Очистили экран. Можно создавать, как директорию, с относительными путями. Ну или вообще без путей, как мы сделали. Папка будет создана в той папке, где стоишь. А можно с абсолютными путями. То есть вот сейчас мы создадим в папке test под папку test1. У makedir также есть атрибуты, но останавливаться на них я не буду. Следующее, что вам может понадобиться – это создать файл. Есть несколько способов, мы рассмотрим два. Первый – это команда touch – потрогать. Вообще, touch создан, по-моему, для установки времени последнего изменения файла, но это у существующих файлов. Если файла не существует, он его создаст. Нужно указать расширение. Без расширения это будет папка. Создали файл text.txt в текущей папке. Тут также, как и с makedir, пути могут быть относительными и абсолютными. И принцип создания тот же. Второй способ создания – использовать текстовый редактор. Текстовый редактор в Unix – это, по сути, то же, что текстовый редактор Windows. Например, блокнот. Ну, конечно, совсем не так. Их существует несколько, но обычно в большинстве систем предустановлены два – Nano и Vim. Vim посложнее, но и функционала в нем зашито побольше. Я советую ставить Vim. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Тем более, что с Nano также поразбираться придется. Набираете Vim и имя файла. В принципе, эту команду можно расшифровать так. Открыть такой-то файл с помощью утилиты Vim. Если файла не существует, он его создаст. Мы зайдем в существующий текст и дальше история примерно такая. Собственно, редактор у нас открыт. Тут есть два режима работы – командный и режим редактирования. В командном вы набираете команды, в режиме редактирования набираете или меняете сам текст. Сейчас поймете. Нажимаем I английское, переходим в режим редактирования. От слова Insert – вставить. Печатаем текст. Как в обычном редакторе, но понятно, что не совсем обычном. Далее нажимаем Escape. Выходим из режима редактирования и переходим в командный режим. Теперь мы печатаем не текст, а команды. Их существует несколько, но на первом этапе вам нужно запомнить две основных – три. Команды начинаются с двоеточия и печатаются они внизу. Двоеточие wq, то есть write и quiet. Сохранить и выйти. Enter – это первая команда. Вернемся к файлу. Кстати, стрелка вверх подставляет ранее набранные команды. Собственно, почему vim. Вы можете редактировать текст в режиме редактирования, а можете воспользоваться командным режимом. Нажали Escape – вышли из режима редактирования и, скажем, команда D за главное – удалит текст справа от курсора. А две подряд – D строчные – удалят всю строку. И таких команд тут много. Опять же, Google вам в помощь. Теперь еще две команды касаемо закрытия файла. Как ни странно, выйти из vim для тех, кто с ним не работал ни разу, не так-то просто. Escape – выход из режима редактирования, далее двоеточие и q – quiet – выход. Но без сохранения, без w. И вот такая вот красная плашка и непонятно, что он хочет. Выйти без сохранения тут можно только, если вы не вносили никаких изменений в файл. Если вносили, то нужно сказать об этом редактору. Ну, точнее сказать, что вы готовы выйти без сохранения, несмотря на то, что вносили изменения. Это команда q и восклицательный знак. А вот, вышли. В принципе, те, кто идут последовательно по всем урокам и пытаются повторять то, что мы делаем, после сегодняшнего урока должны почувствовать определенную легкость. Ну, после того, как они разберутся с vim, хотя бы в общих чертах. На этот счет Google вам в помощь. По крайней мере, когда я начал относительно спокойно редактировать файлы в vim, даже имея минимальные знания по командам, у меня как-то немного перестроился мозг. Я вдруг понял, что это не только мучительно, но еще и удобно. Чего, кстати, и вам желаю.